всем привет сегодня все таки хочу попробовать сделать вот такой маленький но очень интересный столик приятного просмотра самый длинный льготный период в стране по кредитной карте альфа банка и вечное бесплатное обслуживание все таки так как это эксперимент я не буду рисковать с покупкой какой-то дорогой древесины и поэтому буду использовать имеющиеся в наличии липовые бревна тире бруски ну и в первую очередь нужно привести данную заготовку какую-то более-менее удобоваримую форму вперед на ленточку фуганок и рейсмус но для начала сразу отрежем в нужный нам размер чтобы не тягать такую тяжесть тяжеловато а он все в ши опа не хватило а В общем-то, три бруска, которые пойдут на ножки столика, у нас готовы. Их осталось только нарезать в размер, и можно приступать к токарным работам. Но нам еще потребуется еще несколько брусочков, которые придется клеить для конусной столешницы. Так что, одну секунду, и вот как раз на столешницу, на конус, скажем так. Теперь надо все это склеить в один торцевой пенек. Сначала склеим вот эту часть, вот эту часть, а завтра распилим и склеим все это в единую бабушку. Приступаем! Субтитры сделал DimaTorzok Да, конечно, торцовки не хватает для данной операции. Будем резать на ленточке. Ну и вот такая штука, точнее вот такая штука должна получиться. Прекрасно понимаю, что после склейки наверняка будут толстые клеевые швы, потому что вряд ли получится все идеально прижать. Но по-другому я никак и не сделаю. Думаю, достаточно. Не буду пережимать. Перехожу к токарным работам. И для начала отрежем эти бруски в размер. Кстати, достаточно удобно делать разметку с помощью данного угольника. Думаю, что можно приступать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, какой у меня был план? Вот такое сверло я купил. Перо на 35 мм. Я отметил сразу три точки крепления СДС на три ножки. И хочу сделать сейчас уже отверстие на глубину, насколько это возможно. Ну, надо будет плюс еще удлинитель поставить. Да, я думаю, что нужно все-таки добавить угла для ножек. Иначе это будет очень опасно. Как бы это сделать? Вот что я придумал. Взял вот такой брусок, отформатировал его. Сейчас я хочу просверлить вертикальное отверстие. Ну, условно вертикальное. Я буду стараться. Теперь я хочу отрезать вот под таким приблизительно углом вдоль этот брусочек. Через отверстие пером я нацеливаюсь на нужную мне точку. Приблизительно перпендикулярно выставляю относительно линии наш брусочек. Теперь я могу прикрутить его к нашему пенечку. Потому как данные части все равно будут фрезерваться и отрежутся. Есть. Ну что ж, пробуем. Ну да, не особо помогает. Все-таки это перо. Ну, короче, данный способ хреновенький. Перо, торец вообще практически не вгрызается. Тут только дымится. Ну, понятное дело, возможно просто дешевое сверло. 200 рублей вот такое перо стоило. Фирмы марки Zubr. Ну, короче, меняю концепцию. Изменю немного столик. Но для начала нужно все-таки выточить этот конус. Так, я перекинул ремень на первую скорость. И в принципе, не такое сильно биение. Даже можно увеличить. Ну, и потихонечку начинаем приводить к цилиндру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Перед тем, как прикладывать шаблон под ножки, нужно сначала выкручивать центр, который не получилось вырезать на токарном. Это можно сделать с помощью обычного фрезера с той же копировальной втулкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и чтобы закрепить фанерку на конусе, я ничего лучше не придумал, чем просто пристрелить ее степлером. Из торца, я думаю, очень легко будет заделать небольшие отверстия, тем более это небольшие скобы. Ну, будем надеяться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, этого достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, собственно, что-то вырисовывается. Вот такая ракета получилась. Изначально я планировал просто приклеить их и стянуть ременной струбциной, но все-таки решил, что конструкция достаточно тяжелая и площадь приклеивания достаточно маленькая. Поэтому я хочу добавить на три ножки по одному шканту. Так что нужно засверлиться, добавить клей и стянуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть нажатие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вытираем клей и оставляем сохнуть до завтра. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. Ну что ж, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ничего не шевалдается. Вроде как приклеено на славу. Осталось зашлифовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и все-таки точки, которые остались на ножках, надо как-то замаскировать. Как вариант, я думаю, сейчас просверлить на этих же точках отверстия поглубже и либо заклеить их шкантом, либо же залить цианакрилатом вместе с пылью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось покрыть темным маслом. Допустим, так. Ну и все-таки я выбрал цвет Black Coffee 2. Масло для столешниц от Linus. Эх, была не была. Наверное, стоит отметить, что мой столик получился совсем не таким, как на картинке. Но все-таки хочу сказать, что мне мой Voyager нравится даже больше. Ну а на этом, в принципе, все. Если видео вам понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok